Привет, друзья мои! Это Новосибирск. И это здание правительства Новосибирской области. Такой служебный вход с улицы Свердлова для VIP-персон. Именно здесь я поджидаю иногда губернатора. И вот я узнал, что сегодня он заканчивает работу в 14 часов. А он человек пунктуальный. И я неоднократно уже в этом убеждался, что он выходит с работы в одно и то же время. В воскресенье, наверное, в 14. По крайней мере, я так предполагаю. Может быть, он сейчас появится, и я смогу задать ему несколько вопросов. По крайней мере, некоторые звезды мне так подсказывают. Я решил попробовать сделать разговор с разными нашими бывшими и будущими губернаторами. Насчет просто про жизнь или про них, чтобы получше их разузнать. Потому что только прямое знакомство с людьми позволяет определить, какой человек, чего он из себя представляет. А мне интересно, что за человек Андрей Александрович Травников, Вулок Жанин, который прибыл к нам в Новосибирскую область, Аких Баряк, для того, чтобы управлять нами, чуть не сказал, владеть. Но направил его президент. Вот давайте посмотрим. Я буду делать только трансляцию, поэтому записи не будет. Если все получится хорошо, техника не подведет, останется в памяти Фейсбука. А если подведет технику, то останется в нашей памяти. К сожалению, наверное, я все читать не смогу, комментарии. Но все равно попробуйте написать вопросы. Но только, пожалуйста, не политические. Политические вопросы пускай задает большое телевидение или политические противники. Мне интересен человек сам по себе. Ну, какие-то, может быть, и будут. Не только, по крайней мере, политические. Житейские меня интересуют больше. Вот этот ход. Да, человеку пожить спокойно. Да, по-моему, он спокойный. Вот как раз у него... Так, сейчас напишите, как слышно, потому что я говорю из-за микрофона. По-моему, человек как раз весьма спокойный. Его вывести из равновесия совсем непросто. Вот. Да и не так часто я его беспокою. Это все, во-первых. А во-вторых, человек собрался нами управлять. По крайней мере, он собирался, он собрал, управляет сейчас областью, правительством, всего лишь наделенной доверием президента. Что же его не беспокоить? Это его работа, быть обеспокоенным со стороны подданных. Подданных. Хорошо слышно? Привет, привет. Что-то я ошибся по времени. Ну ладно, подождем. Так, сколько там показывают? 25 градусов показывает. Градусник внутри. Внутри там. И время 13.59. Неужели мы ищите торопятся? У меня уже 14.02. А у вас? А, вот 14.02, да. Вот здесь. Это такое, знаете, помните стихотворение Некрасова? Вот парадный подъезд по торжественным дням. О, уже охрана ведет меня. Наверное, будет меня опять отгонять. Давайте мы немножко отойдем. Видите, там охранник появился. Вы не волнуйтесь, я этот самый, я чуть-чуть. Я не буду долго спрашивать. Раз, потому что подошел охранник в двери, наверное, он там уже на подходе. Дело в том, что тут такая практика в этом служебном подъезде. Все все знают, когда губернатором. Ну, по крайней мере, когда я работал с губернатором и Динком, то... О, даже два охранника, надо же. Ну ладно, как-нибудь прорвемся. Когда я работал с губернатором и Динком, то... Здравствуйте, можно я немножко тут постою? Я немножко постою, тут не буду мешать. Нет, мы на проезжей части. А, на проезжей части. О, Андрей Александрович, здравствуйте. Можно с вами немножко переговорить? Можно куда гулять-то пойдем. Прогуляемся? А, ну вы же мне обещали. Давайте пройдем. Я готов вам показать. Вы видели уже памятник светофору? О, мне уже кто-то звонит. Вы отвечать будете? Нет-нет-нет, я в прямом эфире в это время не говорю. Видели памятник светофору? Пойдемте. Пойдемте. Дождя не боитесь? Я нет, не очень, по крайней мере. Кстати, как там... Я как раз хотел узнать. Так. Это сын звонит. Сына зовут тоже Андрей. Кстати, имя Андрей, вы же знаете, откуда происходит? Никогда. Так глубоко никогда не копал свою историю. Ну, наверное, это греческое имя, да? Греческое, конечно, безусловно. А про Андреев день вы слышали? Про кого? Андреев день. Андреев день? Ну, наверняка у моего святого есть дни. Это Андрей Первозванный ваш святой? Да, Андрей Первозванного. Но я даже, если честно, не знаю, как он отмечается. Ну, вот, по-моему, где-то 13 декабря есть такой Андреев день, в который, по преданиям, девушки гадали на суженого. Это именно день Андрея Первозванного. Никогда не интересовался этой историей. Ну, вот, гадали, даже бросали, знаете, семечки в землю. Если семечки прорастали хорошо, значит, замужество будет удачное. А в декабре куда же они ее бросали? А вот как... Кстати, вот у вас на Вологодчине погода похожа на нашу сибирскую или помягче? Абсолютно похожа. А давайте, может, тут... А, ну ладно, пойдем по двору. Похожа, да? Абсолютно похожа, только более влажная. Ну, значит, мороз переносится тяжелее, наверное? Тяжелее переносится мороз. То есть, уже у Сибири есть преимущество? Да, зиму я перенес замечательно. Просто получил огромное удовольствие. Очень комфортно было. Как вы зимой отдыхаете? Работаю больше. Ну, если удается, ну как же... Ну, этой зимой я постарался как бы совместить приятное с полезным. Старался посетить побольше мест отдыха горожан. Я был в Юрманке, я был в Новососедово. Я был в Академко-Ротке на лыжной базе. Я был на биатлонном комплексе. Я был на красной... Аня, а вы там просто бывали или катались? На лыжах катался. А у вас есть какой-то хороший навык? Навыки? То есть, ну, может, разряд какой-то? Нет, разряда нет. Я просто любитель. Но достаточно неплохо. Я и на горных лыжах катаюсь, и на беговых бегаю. Ну, на горных? Вроде бы на Вологодче нет гор. Я ездил. А, специально, да? Да, ездил. А когда жил в Санкт-Петербурге, под Питером есть, пускай не высокие, но достаточно неплохие, интересные склоны. Поэтому там практически каждый выходной мы с сыном выезжали. А сына вашему сколько? Сына моему 15. Он еще учится в Питере или уже сюда приехал? Он заканчивает учебный год в Питере. Это какой класс? Уже пакует вещи. Восьмой класс. А, то есть девятый такой, когда там экзамен в конце, он приезжает сюда? Он здесь будет, да. Уже выбрали, где учиться? Я об этом не задумываясь. У нас в семье за это отвечает супруга. Поэтому приели... А, у вас разделение, да? Да. А вообще в семье у вас как-то домашнее... Обязанности делятся или... Нет, не делятся. Как-то я про мусор вас спрашиваю. У вас сказали, кто первый взял, кто-то выносит. Ну, так и есть. Никакого жесткого разделения, нет обязанностей. Действительно, кто свободен, тот... Тот домашнее дело и делает. Немножко расскажу. Вот эта вот фабрика... Синар, мне это видно. Синар, да. Она раньше называлась фабрика Мини ЦК Союза Швейников. Вот такое у нее было название. И одна из нескольких... В городе было несколько швейных фабрик в советское время. Я даже на одной из них работал, программистом. Ну, а сейчас фактически вот одна осталась профильная. Осталась как безлегкой промышленности, как я понимаю, швейная. Это, наверное, заслуга руководителя во многом. Да, сильное предприятие даже. До сих пор сохранились филиалы на территории области. Но для легкой промышленности, для швейной промышленности, к сожалению, это более исключение, чем правило в нашей стране. Потому что очень многие предприятия, и текстильные, и швейные, исчезли. Я знаю, вы же производственник. У вас есть идеи, как поднимать? Сейчас не политический вопрос, да, нет, конкретный план уже есть по подъему промышленности? Слушайте, если бы у меня был абсолютно конкретный в отношении всех предприятий, всех отраслей, я бы, наверное, был уникальный человек. Пришел, за полгода все увидел и тут же победил. Если бы в нашей стране с экономикой все так просто решалось, я думаю, что мы бы были уже сегодня в некотором другом состоянии. Вот здесь пройдемте, давайте... А, вы его знаете, да? Да, конечно, безусловно, у меня есть видение основных направлений, но они требуют наполнения конкретными шагами, уточнения. Этот план уже писан? Да, это стратегия социально-экономического развития, хотя мы прекрасно понимаем, что... Будете публиковать? Будем обязательно. Ну давайте публиковать, даже обсуждать будем. С людьми тоже, да? Можно будет, ну как-нибудь, может быть, переговарим более конкретные вопросы. Ну я просто хочу сказать, что я прекрасно понимаю, что разрабатывая стратегию, нужно ходить по земле и не забывать о решении насущных задач, прикладных задач. И не только по подъему промышленных предприятий и развитию сельского хозяйства, но и решении проблем, которые жители беспокоят, в частности, состояния улиц, дорог, тротуаров. Вам никого этот памятник не напоминает? Вы встречались с Иваном Ивановичем Индинком? Встречался, да, встречался. Вы хотите сказать, что он был прообразом? Мне кажется, может быть, вольно или невольно, авторы сделали небольшой шарж, а он любитель шуток, может быть, оценил. А швейную машинку вы тоже видели, да, памятник швейной машинке? А, может, вам уже показывали? Здесь же находится избирательный участок, где я голосовал 18 марта. А вы где-то... А вы сейчас... У вас постоянная прописка, временная? Как вы здесь живете? Уже постоянно. Уже постоянно. Ну, пойдемте дальше. Да. Я вот, видите, у меня тут спец... Сын помог, как раз Андрей. Он купил вот такой стабилизатор, очень удобный для съемки. Но рука все равно устоит. Нет. Ну, нет, держать-то он не очень тяжелый. Я его на удочку прицепил и снимал на большом... Ну, как будто летаешь. А вот тут у меня в руке он еще купил и квадрокоптер, но, к сожалению, у Новосибирска полеты ограничены. Ой, не полеты ограничены, съемки полеты для коптеров ограничены. Нужно получать особые специальные разрешения, чуть ли не ФСБ. Вот мне кажется, это досадным, потому что, скажем... Ну, тут, конечно, самолеты летают, но они летают метров пятьдесят. Куда идем? К этому, к речку. Поднимите по центру, мне интересно. Или как вам? Как вам интересно? Ну, здесь я уже бывал. Не знаю, между ту сторону. Ни разу не был на площади Пименова. На площади Пименова? Да. Ну, пойдемте, хорошо. Пойдемте, например. Просто я думал, мы дойдем до Никольской часовни, потому что там сегодня службы. Ну, там каждый день службы. Вот как раз Иван Иванович Нединок мне рассказал... В центре... Ну, понятно, в центре вы видите. Очень много мероприятий было. Было очень часто. Хорошо. Вот это вот как раз... Мы проходим эту школу, вот видите, вот желтая. Да-да, именно там я... Вам про нее рассказали, да, что это Кричковская школа? В городе было, по-моему, 12 школ, построенные до революции. По проекту Кричкова. Их... Они по всему городу разбросаны. Каждый из них имеет свою уникальную... Свою уникальную архитектуру. И все они между собой похожи. Ну, в одной из них, например, расположен театр... Кухольный театр. Придется ждать. А? Придется ждать. Ну, да. Я так знаю, что вы сторонник соблюдения всяких правил. Да. Стараюсь. А доводилось что-нибудь по мелочи нарушать? Конечно, доводилось. Русский человек. Что доводилось? А что, например? Скоростной режим приходилось нарушать. А, сам за рулем, да? Я очень люблю ездить на машине за рулем. Раньше это удавалось в выходные. Сейчас в выходные тоже не удавалось. Любим автопутешествия с семьей. А сейчас машина ваша здесь? Сейчас машина брошена в Питере. Просто брошена? Ну, полгода стоит. На свежем воздухе? На свежем воздухе. А жена не пользуется? У жены своя машина есть. А, понятно, понятно. Не будете перегонять? Буду, конечно. Вот как. После выборов или до? До, летом. Ну, супругой придется. В основном это груз решения вопросов взять на себя. Понятно. Безусловно, будут помогать. Будут помогать мои друзья родственники. Она у вас работает? Нет, не работает. Когда я уехал от них в Вологду. И, по сути дела... От них из Питера, да? Да. И, по сути, весь груз... Да, раньше еще даже. Когда было понятно, что уеду. И весь груз вопросов семейных на нее ляжет. Поэтому она оставила работу. А кем работала раньше? Экономистом. Экономист? Тоже советское образование еще? Да, она родилась в Казахстане. Заканчивала академию в Алмате. А было написано где-то, что у нее родственники из Сибири. У нее есть, да, у нее дальние родственники в Бетске. И она приезжала даже в гости к ним. Понятно. Так, я не взял зонтик. Ну, ладно, надеюсь, сильно не промокнет техника. А вот я как раз проходил... И вот это здание я начал рассказывать. Вот к нему сделали много пристроек. И само здание перестроили ужасно, изменили. Совершенно на себя не похоже первоначально. Но вот эти домики, симпатичные, кричковские, думаю, было бы интересно вам посмотреть. Потому что ведь в городе не так много оригинальной архитектуры. Город молодой. Череповцу сколько лет? Череповцу с 1777 года. То есть, соответственно... Ну, то есть он на 200 лет, больше, чем на 200 лет старше Новосибирска. Так мне не очень видно. Я попадаю или не попадаю? Вы коренной череповчанин, да? Да, я родился в Череповце. Череповчанин. А родители откуда? Родители из деревень. Обычная судьба советской молодежи. 50-е годы. Массовый отток молодежи из деревень. Индустриализация. В Череповце как раз тогда начиналась всесоюзная стройка. То есть, по сути дела, создание промышленной столицы с севера. Строительство металлургического комбината, химического комбината. Вот, так Череповец получается очень похож на Новокузнецк. Да. Однажды я приехал в Новокузнецк зимой, в январе, и не увидел снега. Он был весь черный. Город черный, потому что два металлургические комбината, химическое производство, уголь. А вот Череповец грязный город в этом смысле, экологически? Ну, могу сознаться, что в моем детстве я тоже видел снег разных цветов. Но не так, что вот он черный, там его не видно. Просто такой снег с оттенками. Черный, серый вернее, красноватый и так далее. В те времена, да, с экологией. В Новосибирске было достаточно. В Новосибирске, знаете, и в Новосибирске, и в Череповце сегодня определяющий источник загрязнения воздуха уже не промышленные предприятия, не электростанции, а все-таки автотранспорт. Понятно. Поэтому я бы не сказал, что Новосибирск чище. Потому что, ну и сами видите, какая нагрузка. Да, вот мы сейчас проходим над Ипподромской магистралью. Как вы считаете, вот эта проблема... А, кстати, я хотел узнать. Вы же едете из-за города на работу. Да, пока из-за города езжу. И приходится именно поэтому использовать... Наверное, потому приходится использовать машину ГАИ-сопровождение, что пробки стоят. Надо их обгонять. Ну, я пробки не объезжаю. Стоите? Да. Это такой ваш принцип? Ну, да. То есть, как все? Зачем мешать людям? А и главное... Вот как? А как вы думаете... Конечно, не исключаю, что бывают ситуации. Бывают ситуации, когда график очень плотный. Разрыв между мероприятиями. 10-15 минут нужно за это время успеть из одного района города в другой. И, безусловно, бывают случаи, когда приходится ехать в очень быстром режиме. Но на работу езжу в спокойном режиме. А в котором часу, если не секрет, рано? Выезжаю в 7.30. Сколько ваш рабочий день обычно продолжается? 14-16 часов. И вот из этих 14... Ну, в среднем 15 часов сколько вы проводите в своем кабинете? Ну, наверное, 50%. Вот многие не очень представляют себе работу губернатора. Я видел однажды, я был помощником, так довелось. В чем заключается эта работа, когда вы просто сидите в кабинете? Вот если посмотреть, вот сидит Травников, что он делает? Практически ни одной минуты просто не сижу в кабинете. Ну, я понимаю, понимаю. Ну, выглядит-то, знаете, как я программист, порой сижу за компьютером, вроде ничего не делаю. И некоторые удивляются. Ну, что за работа такая? А вот сидите в кабинете, что при этом происходит? Звонки, встречи? Звонки, встречи, документы, переписка электронная. Электронно вы пользуетесь? Безусловно. А почему у вас нет, где ваше присутствие в фейсбуке? Вы, вернее, в этом обозначены, но почему-то ничего нет. Мало очень. Там есть, но не так много, потому что действительно времени не хватает. Я бы вам рекомендовал найти несколько минут в день. Или хоть продиктовать кому-то. Для полноценных постов не хватит несколько минут, потому что фотографии подобрать, обработать текст. Знаете, я вам посоветую? Я думаю, что, наверное, я буду все-таки пользоваться своими помощниками, чтобы они хотя бы мне заготовки готовили. Вот вы знаете, что бы я вам посоветовал, ну, вот как блогер. Вот ту официальную информацию, которую дают в средствах массовой информации, вообще, вообще, она и так появится без фейсбука. Ну, мимо, по остальным каналам. В том числе в том же фейсбуке, они все, все СМИ публикуются. И общие новости, которые дает ваша пресс-служба, они там будут. Поэтому, я думаю, если бы вы давали свои мысли, свои впечатления о чем-то, личного характера, это было бы намного интереснее, чем пересказывать то, что уже сообщили СМИ или сообщат. Понятно. Это такая вот рекомендация. Это будет как раз интересно. Я вот хотел спросить. Вот мы прошли мимо, проходим в таком районе, где много новостроек. Все эти дома. Здесь был пустырь. Вот я вам хочу рассказать. Вот здесь протекала речка Каменка. Я помню, это была вонючая речка. На ней начался город вон там. Но она к 70-м годам, когда я ее застал, она была вонючая. Тут застроено было все такой нахаловкой или как частный сектор самостроенный. И он потом здесь намыли из реки песка все вот это. И она стояла, был пустырь сплошной. И вот только последние десятилетия, даже одно десятилетие, тут стали заставить вот эти вот, в том числе новые дома. Что из архитектуры новосибирской современной вам нравится? Мне, кстати, эти здания нравятся. Нравятся, да? Нравятся эти здания, да. А вот этот клин наоборот. Мне нравится здание отеля Мариот. Ну да. Там все-таки есть рисунок. Архитектурный подход. Ну и здесь тоже рисунок есть. Смотрите, прекрасное здание. Да, мне тоже очень нравится, что придумали такой обратный клин сделали. Перспективы, изменили перспективу. Да, и вот здесь вот возвышалось вот это здание. Или даже вот это здание. Смотрите, как интересно. А вот эта гостиница? Развернута. А вы знаете, что вот это новодел? Под старину. Кстати, очень неплохой новодел. Причем он по традиции, он был сначала три этажа построен, работала гостиница. Потом, видите, достроили на еще два этажа. Получилось, как... Я хотел вам на красной паспекте показать дома, которые надстроили. Там в одном месте стояло около кинотеатра Маяковский, стояло два дома. Их оба надстроили, соединили, объединили в один, в одно здание. Вот, это одно из интересных. Вообще, Новосибирск, он любил одним из центров. Так случилось конструктивизма. Вам, наверное, про это рассказывал, мог говорить Викторович. Большой, большой, есть у нас такой общественник, знаете, да, его? Знаю, но лично не встречался. Кстати, по поводу надстроек и изменения облика знаний, зданий различных. У нас сейчас очень много различных градозащитников, да? Причем некоторые из них такие, такие крайне ортодоксальные. Вот, нельзя прикоснуться ни к чему и ничего не изменить, да. Хотя, на самом деле, многие коренные жители даже и не знают историю многих зданий, и даже не знают и не помнят первоначального их облика. Да, может быть, да. Я вот и к своей истории, я некоторое время поработал в Вологде, хотя я не коренной вологжанин. Да, да, да. Мне историю этого года города пришлось изучать, как говорится, с колес. Но в Вологде, как в древнем городе, очень мощное градостроительное движение защищает памятники архитектуры. Порой фанатично, да? Порой фанатично, особенно деревянного сотничества. Но такой курьез. Здание администрации, здание мэрии, историческое здание, здание бывшей гостиницы. Я случайно узнал этот факт, и потом многих коренных горожан опрашивал, знает ли они об этом. Оказывается, часть этого здания достроена была в советское время, в середине 50-х годов. И сегодня к этому относятся все спокойно совершенно. Ну, мэрия наша тоже достроена, вы знаете, да? Да, я знаю. А представьте, сейчас попробуй сделать то же самое в отношении какого-то памятника. Столько митингов и пикетов будет организовано. Так, переход там. Придется нарушать. Ну, рядом пройдем. Да. Ну, это небольшое нарушение. Мы же не создаем обстановку аборина. Будет создано столько митингов и пикетов, что это будет просто в принципе невозможно. А вот как вы думаете, почему возникают эти митинги и пикеты? Это что за энергия такая у людей? От чего? Это возмущение? Или энергию девать некуда? Или это кто-то наводит, создает такие вот заказы? Вы, по сути дела, перечислили многие основные мотивы. Ну, по вашему мнению, что основные? Значит, ну, в каждой ситуации разные причины. Есть люди, которые искренне этим занимаются, действительно, видят делом своей жизни защитить какие-то исторические памятники. Есть люди, для которых это достаточно такая популярная, благодарная тема для того, чтобы повысить свою узнаваемость, свой рейтинг, в том числе социальный диагон и как политика. Нередко я сталкивался с ситуацией, когда это был коммерческий заказ, потому что понятно, что любое строительство или реконструкция в городе затрагивает те или иные интересы коммерческих структур, строительных компаний. Поэтому, на самом деле, все присутствует. Ну, как вы думаете, вот скажем, то, о чем мы с вами при знакомстве переговорили, мусорная концессия, протест против этого проекта, он заказной или это экологические активисты? Что движет людьми, когда они протестуют против мусорной концессии? Ну, давайте так, я не буду исключать ни одну из версий, но следует признать, что в истоках и в основе недовольства и не только жителей, но и депутатского корпуса были несколько неудачные решения, которые были заложены в соглашение консессионное. Ну, такое самое яркое и наглядное, это не проработаны были вопросы земельных участков. Но сейчас, вот немножко отличаюсь все-таки на работу, сейчас ситуация в двух словах там какая? Он будет отменено, изменено? По простым языком пересказываю. Я могу подтвердить, что оно не будет исполняться на тех условиях, на которых оно подписано. И, в принципе, это так сегодня и происходит. За полгода не произведено ни одного действия во исполнении этого соглашения. Мы подписали с консессионером соглашение по приостановке его исполнения. Это совершенно официальный документ. А не получится так? Но нас, конечно, гнетет в том, что во соглашении предусмотрены штрафные санкции. От шума отойдем немножко. Трафные санкции достаточно серьезные. И основная цель, конечно, не допустить, чтобы бюджет их понес, потому что нам есть куда потратить 300 миллионов. Кстати, про бюджет. Я читал, что в Вологде вы начинали с того, что стали сокращать расходы и даже спортивную команду обидели. В Новосибирске будете кого-то обижать? Ну, может быть, кого-то буду обижать. Ведь руководитель, он не всегда должен быть добрый. Иногда придется принимать нужные, но, может быть, болезненные решения. Но в любом случае они будут продуманы и предварительно обсуждаться. Давайте немножко, да понятно. Вот вы знаете, что это за здание вот за вас за спиной? Когда-то это был городской дом пионеров. А вот здесь, где мы с вами проходим, мы проходим, под нами находится... Его потом перестроили. Под нами находится станция метро Октябрьская, которую начинали строить самую первую. Я даже помню, 12 мая 1975 года. Почти на днях, или вчера был день рождения строительства метро. И когда начали забивать здесь большие сваи, дом пионеров потреснулся. И пионеров из него убрали. А потом уже, в постсоветское время, и он уже был куда-то, он стал бесхозный. И один отдали, продали, или отдали одному из банков. Ну, фактически отдали. И вот теперь из рук в руки много лет, года с 91-го, это здание переходит из банка в банк. Ну, банки же порой переобразуются. Команда остается, название меняется. Вот, и это улица Кирова. И весь вот этот... В Новосибирске есть несколько интересных улиц, которых сначала не было, но они были намечены, потом были проложены. Там также вокзальная магистраль, первоначально ее не было. Там была улица по-другому размечена. А вот я еще хотел узнать... Немножко разговор перескакивает. Иван Иванович Одинок рассказал мне недавно так, как сказать, некоторые свои личные особенности, как ему довелось стать крещенным. Я вас видел в соборе во время пасхального служения. Так понимаю, что если эти вопросы сугубо личные, можно на них не отвечать. Вы человек, ну, приобщенный к церкви. Как историю своего крещения можете рассказать? Это не настаиваю. Ребенком я не был крещен, как, в принципе, многие советские дети. Нельзя сказать, что мы были там абсолютные атеисты, моя семья. Мы праздновали крестьянские праздники. С детства любимый праздник. Пасха, Троица, Рождество. То есть вы не только яйца красили? Рождество, может быть, затмевало Новый год, да. Но Пасха и Троица очень любимые праздники в семье были. Хотя я с детства не крещенный. И мама моя, кстати, не была крещенной. А деды? Дедушки, бабушки? Дедушка, бабушка, безусловно, они были крещенные. Хотя, сказать, что очень строго верующие. Это не тот дедушка, у которого председатель колхозы? Про того дедушку очень мало знаю. Потому что и дедушка, и бабушка по маминой линии рано умерли. Я их не застал. И маленький, когда ездил в родные для мамы места, уже деревни, на самом деле, этого и не было. Она уже была покинута полностью. А по папиной линии бабушку, конечно, хорошо знал. Я ее застал живой. У нее, безусловно, была иконка. Она праздновала, праздновала. Праздновала в Ленинградской области. Она праздновала праздники христианские, православные. Но сказать, что вот она там очень строго соблюдала обряды, я бы не мог. То есть вы крестились уже взрослым человеком? Крестился я взрослый, да. Где вы работали тогда? Я служил в армии. В армии? Я служил в армии. Мне дали краткосрочный отпуск. В каких войсках? Я служил в инженерных войсках. Отдельный аварийно-спасательный батальон. Какая была там специализация личная? Мужчина может быть интересна. Вообще, это подразделение, которое выполняло функции, которые выполняет сегодня наша доблестная МЧС. Но только единственное, мы должны были это выполнять в особых условиях, в военное время. А, то есть вам не доводилось попадать на чрезвычайную ситуацию? Мне не доводилось, но участие такая славная история. Перейдем? Да. Если на площадь, да, фонтан. Мои предшественники участвовали в ликвидации последствий Чернобыльской аварии, разбирали завалы в Спитаке в Армении. А, понятно. То есть вам просто повезло, что вам скажут то же. В период моей службы не было. То есть если бы вы служили во времена Чернобыля, то скатались бы туда. Какие-то памяти о тех... Ну ладно, это... Как вы относитесь к службе в армии? Вот скажем, ваш сын захочет, не захочет, как вы к этому отнесетесь? Я надеюсь, что захочет. То есть ему хорошо бы прослужить, да? Мне плохо было бы. Это полезно каждому. Когда через три года ему будет восемнадцать? Что ему скажете про службу в армии? По какой рекомендации? Скажу, служить нужно. Кстати, сегодня служба в армии уже перестает быть почетной обязанностью, а становится определенной привилегией, потому что численность служащих по призыву срочников сокращается, и далеко уже не каждый второй молодой человек имеет счастье попасть на службу в армию. Поэтому на самом деле это уже определенная привилегия. Ну да, это так. Я помню, такое отношение было до войны. А чей портрет внесли вы с бессмертным полком? Это портрет моего деда. Ваш дед воевал. Он прошел всю войну. И, кстати, это единственная фотография, которая сохранилась у нас вообще из того поколения, мужского поколения. Это мой дед Илья по папиной линии. Он служил на Ленинградском фронте, защищал Ленинград, имел два ранения, но тем не менее вернулся живой. Ушел на войну в конце июня 41-го, вернулся с войны в июле 45-го. Имеет медаль за боевые заслуги. Когда вы приехали в Новосибирск, чем вас он удивил как город? Ну, чем-то, наверное, он отличается от Череповца? Ну, размером понятно. Еще чем? Я, знаете, прежде чем поехать в Новосибирск, у меня было время определенное изучить историю города, изучить информацию по этому городу, поэтому какого-то особого удивления я не испытывал. безусловно, он крупнее, чем... Вы что-то увидели и удивились. Вот это было такое? Он крупнее, чем Череповец, но меньше, чем Санкт-Петербург. Здесь монтируют большой рекламный щит, никакой охраны почти нет. То есть легко можно что-то получить проскогубцами по голове? Запросто. Безалаберность, беспечность. Я бы сказал, преступная. Такое обилие рекламы в Новосибирске. Вернее, не так. В Новосибирске много рекламы? Мало или нормально? Как Вы считаете? Ну, Вы можете сами посмотреть. Ну, да, да. Наверное, это особенность Новосибирска. Такой частоты банерных конструкций не в каждом... Такую частоту банерных конструкций не в каждом городе стоит. И обратите внимание, какая реклама. Вот о чем она, посмотрите. Это хорошая реклама. Натуральные молочные продукты. А вот, смотрите, тут ни названия толком не видно, ни адреса, ничего. На скорости тут, может, не заметишь, не поймешь. Кувшин видно хорошо. Может, это просто люди осваивают бюджет рекламный, а что... Вон, подарок, ну, ладно, не будем сюда отвлекаться на рекламу. Это, может, долго о вкусах не спорят. А мне интересно, вот Говор новосибирский, новосибирские люди имеют как-то по-своему. В Сибири как-то говорят иначе, чем на севере или в Питере? Совершенно не увидел никакой разницы. А вот это вологодское оконье, оно сейчас существует? Оно уже давно пропало. Даже в Вологде уже не встретишь окающих. Хотя, вот, еще там, 20 лет назад действительно можно было встретить людей, которые с таким приятным вологодским говорком разговаривали. Когда ты ослышал, вот мы сейчас проходим, у нас за спиной... В Вологде даже есть памятник букве О. Ага, это я слышал. Вот стоит памятник нашим предприятиям и Ленинградцам эвакуированным из Ленинграда во время войны. Даже напоминает Александрийский столб. А вы помните, зачем был по-какому поводу был поставлен Александрийский столб в Питере? Если хорошо напрячь что-то вспомним. Это связано с военными событиями, но в честь какой-то победы уже не было. Понятно. Но я, честно говоря, подробности тоже не очень... Это я... Не подумайте, что я пытаюсь вашу эрудицию проверить. Извязано, что вы учились заочно. Или сначала... А, сначала был в технику. На вечернем. В вечернем. Я очень с большим интересом отношусь к людям, которые закончили технику, потому что сам закончил технику. А вы... Я закончил технику. Ваша специальность электрик? Электрик. Скажите, навыки электрика помогают в работе? Ведь существуют какие-то правила у электрика. Не браться двумя руками, работать одной рукой под напряжением, например, или что-то такое. Это же... Профессия требует дисциплины, как я понимаю. Ну, безусловно. Ну, я думаю, что вот это можно сказать и в отношении тех же железнодорожников... Ну, вот я токарь. Да. Станочников. Да-да-да. Потому что тоже не самая безопасная профессия. Но все-таки... И, конечно, это накладывает определенный опечаток и на характер, и на принятие решений. Как говорится, многие документы по технике безопасности, они писаны, написаны кровью. Вот у электрика есть какие-то даже поговорочки какие-нибудь свои или там правила, какие можно употребить для жизни, для руководителя полезные? Не помните таких? Ну, самая известная шутка, что электрика и сапера ошибаются один раз. А губернатор или мэр, вот вы уже дважды были, исполняли за мэра, бывают ошибки? Бывают тогда. Действительно, бывают такие ошибки, которые становятся фатальными. Фатальными даже? Ну, вы же можете посмотреть историю, да? Ну, вот вы как блогер. Приведу пример. Сколько политиков пострадало из-за неудачных записей на своих страницах соцсетей? Достаточно большое количество. Некоторые в том числе даже должностей лишались. Вот пример фатальной ошибки. Я думаю, что вы не поэтому скромничаете в социальных сетях? Не поэтому. Мне просто времени не хватает. Чего вы боитесь? Да ничего не боюсь. А вот людьми вот так вот на улице подойти поговорить? Не боюсь я. Вам подходят люди? Подходят. С чем? Подходят. В эпоху повального увлечения соцсетями чаще всего подходит для того, чтобы сфотографироваться. Чтобы потом фотографию выложить на своей странице и получить лайки. Жалко, тут мало людей. Я хотел вместе с вами вы знаете, я вас однажды неожиданно для себя поставил в заполнительное положение, когда предложил задать вопрос новосибирцам. Вот давайте сейчас, может быть, попробуем. Люди здесь немножко есть. какой-то вопрос зададим им, который вам интересен. Какой вопрос зададим? На вашу, вы смотрели. Вот это такой вопрос, который как раз достаточно прост для ответа. Давайте зададим вопрос, чьим именем названа эта площадь. Ну давайте. И в честь кого. Давайте найдем. А вы знаете, да? Я знаю. Да, что это был офицер по милиции. Да, да, да. Подполковник. Да. Вообще, раньше это все называлось библиотека. И вот это вот крупнейшее, ну вам уже рассказывали. Крупнейшее за Уралом, миллионы книг, пять этажей вверх, пять этажей вниз. Вы там бывали? Не бывал, но проблем от этого здания знаю. Здание именно, да? Не заведение? На три год, ремонт. Раз знаете, значит будете искать решение? Да. Часто ли приходится, что называется, локти кусать, что проблема есть, а решить ее не получается? Безусловно. Ну, это, кстати, ну, это крест чиновников. Я это на себе очень сильно прочувствовал, когда перешел из работы, с работы на предприятии промышленном, из бизнеса, на государственном, Извините, пожалуйста, меня Тимур Ханов зовут, я вопросы на улицах Новосибирска задаю людям. Вот, вы знаете этого человека? Ой, вы, короче, а? Вы, короче, дождь идет, а вы знаете? Нет, не знаю. Ладно, а вы знаете, что это за площадь, чьим именем она названа? Ага, да, не знаю. А кто именем был? Не знаю. Ясно, понятно, спасибо, извините за беспокойство. Андрей Александрович, Здравствуйте, молодые люди, меня зовут Тимур Ханов, я вопросы на улицах Новосибирска делаю. Скажите, вы знаете, чьим именем названа эта площадь? Нет, Не знаете? нет. Что? К сожалению, нет. Нет? Площадь Пименова, вы не слышали это имя? Здравствуйте. Здравствуйте. А вот молодым интересно, вы узнаете этого человека? Ну, мы приезжие. А, вы приезжие. Откуда вы? Абакан, Хакасия. Абакан? Да. Здорово. А как вам Новосибирск? Очень нравится. Чем нравится? Потому что чистый, красивый город, уютненький. Понятно. Дождь не мешает? Нет. Спасибо вам за хороший отзыв о нашем городе. Всего доброго. А бывает, что вас не узнают? Бывает, конечно. А вы не находите, что вы недостаточно, или ваши там службы недостаточно сил прикладывают, чтобы ваша работа была понятней и известней для, ну, что называется, для простых людей? Слушайте, с этим нельзя переборщить. Ой, я думаю, как это говорит в советское время, невозможно переоценить. Нет, мне кажется, с этим нельзя переборщить. У меня и то иногда создается ощущение, что камеры рядом со мной нет только тогда, когда я в кабинете, как вы говорите, сижу и ничего не делаю. Но рейтинги показывают, что в телевидении мало кто смотрит, радио мало кто слушает, газеты вообще никто не читает. Так что это наличие камер не значит, что они донесут информацию. Все равно я считаю, что нельзя с этим перебирать. Кто такие, хоть губернатор и публичный политик, его работа заключается не только в том, чтобы об этом рассказывать, но и в реальности. Но у вас же выборы на нас, я так понял, что вы участвуете? Я участвую. Уже когда там, то есть по графику там есть время подавать, да, там муниципальный фильтр там. Нет, мне безусловно нужно было еще получить поддержку своих однопартийцев. Знаете, почему у вас здесь такие небольшие березки? Это одна из площадей Новосибирска, которая называлась Базарной. И это был тоже окраина города, так же, как в свое время даже площадь Светлова была окраина города, потому что Ленина была окраина, которая превращалась в базар. Так, я думаю, что чтобы там не вымокнуть, может нам в метро спуститься. Или в переход. Или в переход. Но там не будет связи, ладно. Да, дождь что-то разошелся. Да, я на этом, я работаю в прямом. Мы в прямом эфире с вами, это мой стиль. Так удобнее и, знаете, бодрит. Потому что, ну, что сказал, то сказал. Хорошо. Ну, вообще-то мы уже нормально, хорошо поговорили. Да, дождь разошелся, я не ожидал. Надо было посмотреть прогноз. Младше с ними. Я сейчас задам вопрос, который хотел задать. Кстати, по поводу Ленинградцев. Да. Фактически четверть города в годы войны переехало сюда, в Новосибирск. Именно в Новосибирск. Да. И вообще, мне кажется, что в Новосибирске, наверное, каждый второй, в первом поколении, это переселенец. Да, город же очень молодой. Вы заметили какие-то особенности? Сибирский характер, вот что-то такое говорят. или Сибирский, или там что-то о Сибириках. Разница есть между людьми? Ну, сколько-нибудь заметно по характеру, по манере поведения. Давайте вот здесь постоим, здесь может быть связь будет получше. В смысле, чтобы мне не прерваться. Это не ветро, это переход какой-то. Да, это переход, переход. Не самое приятное место. Ну, да, бывает такое. Но мы сейчас, может быть, закончим, или дождь закончится, туча пройдет. Я сейчас проверю, как связь. Так, тут связь похуже. Или мы перейдем, давайте мы перейдем на режим записи. Как сказать? да. Друзья мои, тут мы упрячемся от дождя, и поэтому вынуждены прямой эфир прерваться, перейдем на запись. Потом я ему выложу, эту запись выложу и продолжим разговор. Как это я назвал его? Травников вблизи. Теперь Травников вдали. Да?